Шедевры на острове Турунчук. На этой неделе в ходе спецоперации в полутора километрах от границы с непризнанным ПМР пограничники совместно с военной прокуратурой нашли тайник с полотнами, украденными из музея в Вероне. Их общая стоимость более 16 миллионов евро. Дерзкое ограбление произошло в ноябре прошлого года. Итальянские СМИ уже назвали его кражей века. Больше об этой поистине киношной истории, о путешествии гениальных полотен, которая завершилась в Одесской области, смотрите в сюжете Анастасии Симоновой. Полотна Рубенса, Тинторетта, Корота и другие шедевры достают из тайника просто посреди леса. Его оборудовали на острове Турунчук возле села Троицкое. Это в полутора километрах от границы с непризнанным ПМР. Полотна завернуты в полиэтилен. Злоумышленники подготовили их к очередной переправке в Молдову. До этого картины проделали и без того большой путь. Из Вероны в Молдову, оттуда в Одесскую область попали через систему международных почтовых перевозок. Всего картины рисунков 17. Вот только некоторые суммы, в которые оцениваются найденные шедевры. Это самые дорогие из картин. Итак, Пизанелла, Мадонна с куропаткой. 4 миллиона евро. Андреа Монтенья, Святое семейство со святой. Тоже 4 миллиона евро. Якоба Беллини, Кающийся святой иероним. 2 миллиона евро. Джованни Франческо Корота, Портрет юноши с детским рисунком. 2 миллиона евро. Питер Пауль Рубенс, Дама с цветами смолевки. 1,5 миллиона евро. Стоимость остальных картин из Вероны варьируется от 100 до 500 тысяч. На этой неделе картины уже доставили в Киев. Скоро начнется процесс возвращения в Италию. Можу уявить, думаю, что все это понимают, что общая ценность этой коллекции, по документам, которые мне были даны, прикордонной службой, військовой прокуратурой, на сегодняшний день превышает 16 миллионов евро. И, безумно, что эффективными действиями мы не только защищали святую ценность этих полотен, но и подтвердили на належном уровне престиж Украины. В Италии случившиеся назвали кражей века. Картины предназначались для коллекционера из Чечни. 19 ноября прошлого года, угрожая оружием, воры вынесли их из музея Костельвекио в Вероне. Скрылись на машине охранника. На все про все понадобилось 10 минут. Причастных задержали уже 15 марта. Это два итальянца и 10 молдаван. В Одессе своя кража века. Произошла 8 лет назад. В музее западного и восточного искусства. Но все сложилось не так удачно. Поцелуй Иуды Караваджа сильно пострадал. Грабители просто вырезали полотно из рамы. Видели пустую раму, кромки обрезаны этой картиной. Похитили картину из этого зала 30 июля 2008. Спустя два года полотно нашлось в Берлине, но в Одессу так и не вернулось. Как жалко, что вот этот судебный процесс так затягивается в Украине, что никак не могут разрешить эту картину отдать на реставрацию. И поэтому одна из самых главных картин, которая служила сердцем музея. Пока поцелуй Иуды хранится в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре в Киеве, его место заняла другая картина. Но здесь верят временно. Ну и немного статистики. Ежегодно в мире воруют шедевров на сумму около 6 миллиардов долларов. Ведь прибыль колоссальная. Она сопоставима с торговлей наркотиками и оружием.